Если артист на концерте нечаянно поднесет включенный микрофон близко к динамику, то возникает очень неприятный эффект. Динамик начинает гудеть. Иногда на достаточно высоких частотах, а иногда и на низких. Этот эффект называется самовозбуждением. Нарисуем три элемента электроакустической цепи. Микрофон, динамик и усилитель. В помещении всегда есть какие-то звуки, принимаемые микрофоном. Этот сигнал усиливается и подается на динамик. Теперь он снова принимается микрофоном, снова проходит через усилитель и опять подается на динамик. Если с каждым прохождением сигнал становится громче, то в системе возникает положительная обратная связь, вызывающая ее раскачку. Высота звука, возникающего при самовозбуждении, определяется тем, на какой частоте нарастание сигнала происходит быстрее всего. Сделаем такой любопытный опыт. Сейчас микрофон находится на достаточном расстоянии от динамика, и самовозбуждение не происходит. Но поместим его внутрь банки, и динамик тут же загудел. Дело в том, что банка сама работает как усилитель звука со своей собственной резонансной частотой. Возьмем несколько банок разного объема и поместим микрофон поочередно в каждую из них. В зависимости от объема банки резонансные частоты меняются. Чем больше объем, тем меньше резонансная частота. Вместо банки можно взять какую-нибудь другую емкость, например вот этот аквариум. Поставим его подальше от динамика и опустим в него микрофон. И опять мы слышим характерное гудение. Что бы нам взять еще? Пусть это будет вот такая длинная труба. Опускаем в нее микрофон и труба запела. Да, именно так. Открытая с двух концов труба поет на своей собственной частоте. А микрофон и динамик нужны только для того, чтобы поддерживать это пение, вкладывая в него внешнюю энергию.